Массовая акция крымских татар в Москве в 1987 году стала поворотным моментом не только в истории нашего народа. По мнению многих историков, с нее началась активная фаза демократического движения в СССР, которая в результате привела к развалу тоталитарного государства. А для крымских татар акция 1987 года стала очередным и, наверное, самым сильным толчком, давшим начало массовому возвращению нашего народа в Крым. Это хорошо знает старшее поколение, но подробности события, произошедшего больше 30 лет назад, мало знакомы молодым крымским татарам. Они, конечно, знают, что главная побудительная причина московских событий 1987 года – заставить советское руководство, твердящее перестройки, заняться проблемой народа, лишенного родины в результате сталинской депортации и полувека прожившего в ссылке. Но вряд ли кто-то ответит на вопрос, кто подтолкнул сотни крымских татар поехать в Москву и открыто требовать своего права на возвращение. Одним из таких людей был Бекир Умеров. О национальном движении он знал с детства. В доме его родителей в узбекском городе Маргеллан часто собирались активисты, постоянно звучали разговоры о Крыме. Бекир Умеров Старался помочь старшим. Весной 1974-го вместе со старшим братом и его товарищем он начал сам писать и распространять листовки. И сразу попал в поле зрения КГБ. Чтобы найти авторов листовок по почерку, во всех школах Кирыганской области тогда провели диктант. Бекир Умеров Бекир Умеров Бекир Умеров Бекир Умеров и Эльвер Сулейманов обвинялись по статье за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. В доме Умеровых был проведен обыск. Им угрожали тюремными сроками. Бекиру – колонии для несовершеннолетних. Судебные заседания несколько раз отменялись, и в итоге дело закончилось профилактической беседой. В начале перестройки Умеровы уже жили в городе Крымск Краснодарского края. Демократические преобразования в стране тогда дали крымским татарам и другим депортированным народам надежду на решение вопроса об их репатриации. Стали более активно работать инициативные группы, в разных городах проходили собрания и митинги, собирались подписи под многочисленными петициями. Группы народных представителей отправлялись в Москву, чтобы добиться встречи с руководством государства. Одна из таких делегаций поехала в столицу СССР в мае 1987 года. Именно тогда, 17 мая 1987 года, Бекиру Меров неожиданно для близких объявил голодовку. Голдовку прекращу в случае приема крымско-татарской делегации. Игорь Мерик, Горбачев, игорь Мерик, игорь Мерик. Стоит Bryмс, игорь Мерик. Игорь Мерик, игорь Мерик. Игорь Мерик. Но, решив держать голодовку, Умеров не знал, какой опасности он подвергает свою жизнь. Ведь не зная правил длительного голодания, он очень рисковал. Особенно, когда прислушался к чьему-то совету пить соленую воду. Якобы соль будет компенсировать организму недостающие микроэлементы. Прийти в себя помогли советы профессора из Новороссии. Изучавшего лечебное голодание. Умеров стал пить родниковую воду и быстро восстановился, хотя и сильно потерял в весе. За его здоровьем следили десятки неравнодушных врачей. В 17-18 году в Красновой войне «Крымтатар» умеров,これは очень высшим уровнем ценности. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он получил письмо от Андрея Сахарова. Оно, написанное рукой знаменитого ученого и правозащитника, хранится у Мерова по сей день. Дорогой Бикир, отправил телеграмму Горбачеву. Просил Горбачева обратить внимание на плотевное положение крымских татар. Прошу вас прекратить голодовку. Ваша жизнь нужна народу и вашей семье. С уважением, Андрей Дмитриевич Сахаров. К этому времени весть о голодовке Бикира Умерова распространилась по всем регионам, где жили крымские татары и стала своеобразным толчком к действию для многих людей. В итоге в Москве собралось гораздо больше протестующих, чем предполагалось. Сотни крымских татар, не только мужчины, но и женщины с детьми проводили здесь митинги, общались между народными журналистами, добивались встреч своих представителей с руководством страны. И добились своего. О несправедливости по отношению к депортированному народу заговорили во всем мире, а в СССР была создана Государственная комиссия по проблеме крымско-татарского народа. Вскоре началось массовое возвращение на родину наших отцов и дедов, которых выгнали из родного дома 18 мая 1944 года. Они начали строить свой новый дом на родной земле. В их числе был и Бикиру Меров, вернувшийся в Крым в том же 1987 году. Субтитры создавал DimaTorzok